Тёмно-зелёные листья красивой формы, изумительные цветки, неприхотливость в ходе – всё это сирень. Это удивительное растение с интереснейшей историей. По легенде, бог лесов и полей, пан, полюбил нимфу, сирингу. Но красавицу, любовь козлоногого и рогатого бога напугала. Спасаясь от его преследований, сиринга превратилась в густ сирени. Это растение известно не только красотой, но и также лечебными свойствами, применяемыми в народной медицине. В лечебных целях используют кору, почки, листья и цветки растения. Также используется только сирень обыкновенная. Я расскажу вам о проверенных рецептах, о которых я знаю из своего детства. В особенности о спиртовых настойках, которые активно практиковались в Сибири с тех лет, насколько я себя помню. Соседские бабушки и дедушки натирали больные ревматизмом суставы, спину. Сверху покрывали полиэтиленовой пленкой и укутывали шерстяными шалями или же шарфами. Также лечили исковерканные полиатритом пальцы рук, натирали и надевали шерстяные рукавички на ночь. Ни в коем случае не обматывали полиэтиленом. Лечебный эффект достигается благодаря тому, что сирень содержит вещества, которые растворяют вредные соли в организме. В сирене наступает длительное облегчение и боли проходят. Но держать более двух часов в виде компресса ни в коем случае нельзя. Вы рискуете обжечь тело. Лучше всего просто натирать 5-6 раз в день. Для лечения шпор более лечебной считалась белая сирень. Ее цветы также собирали в банку, 1,1 часть, заливали спиртом или самогоном и настаивали 14 дней в темном месте. Затем цедили и использовали по назначению. Кроме того, натирали спину при остеохондрозе. Настойку можно использовать как лосьон для ссадин, ран, угрей, хурункулов, а также готовую разводить на 10 частей воды и полоскать 3-4 раза в день больное горло при ларингите. Горькими листьями лечили туберкулез, а наружно привязывали на фурункулы, предварительно слегка размяв в руке. Гнойные раны также промывали настоем свежих листьев. Для этого 2 столовых ложки листьев заливали одним стаканом кипятка и настаивали 3 часа. Сирень окажет вам незаменимую помощь при артрозах, невралгиях, радикулитах, ларингите и дерматитах. Пока идет сезон цветения сирени, не поленитесь, нарвите в банку, залейте водкой или же самогоном всем, что у вас есть под рукой. Затем поставьте в темное место на 14 дней и лечебное средство, которым вы можете пользоваться всю зиму у вас всегда будет с собой, которое не стоит практически ничего, но пользу принесет огромную. Всего вам хорошего, подписывайтесь на мой канал и желаю вам скорейшего выздоровления!